Теряю пульс Я не могу простить Дождь, который смыл воспоминания Где я сейчас, где ты теперь? Просто убегаешь, закрывая дверь Развеет пеплом нас по ветру Пусть я кричу, но ты мне не верь С неба, как иглами Мне нужно время, чтоб понять Сколько нам до земли Сколько сможем мы летать С неба, как иглами За горизонт уносимся Не говори прости Но вернуть тебя хочется Я здесь, как долго не было тебя Как будто навеки ты будто сон Сколько мне ищи и найти тебя С неба выливается кофе в ночь С тобою расслабляя все огни Я забуду тот самый дождь В котором стоили С неба, как иглами Мне нужно время, чтоб понять Сколько нам до земли Сколько сможем мы летать С неба, как иглами С неба, как иглами За горизонт уносимся Не говори прости Но вернуть тебя хочется Не говори прости С неба, как их луны, мне не понять, Скуда нам до земли, только сможем мы летать. С неба, как их луны, сам горизонт уносимся, Не говори прости, но вновь тебя хочет стать. Добрый вечер, четвертая студия на Беларусь 4 Могилев. Как всегда в это время, через неделю мы снова поем, снова звучит музыка Могилев, и снова идет прямая трансляция у нас на Беларусь 4 Могилев и в нашей группе в интернете, ВКонтакте, Беларусь 4 Могилев. Добавляйтесь, задавайте свои вопросы, смотрите нас. У нас сегодня очаровательная гостья, могилевская певица, педагог по эстрадному вокалу Ольга Горничар, и пришла она не одна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, прежде всего, расскажите, пожалуйста, мы посмотрели сейчас ваш клип, послушаем ваши песни, поговорим с вашими гостями, но представьте их сами. Ну, это прежде всего мои ученицы, Анастасия Горничар, и по совместительству моя дочь, и моя вторая дочь, так скажем, Валерия Азаренко. Вот. И мне очень приятно с ней сегодня находиться с ними вместе в студии, поэтому я думаю, что мы нашему зрителю создадим хорошее настроение, и все у нас будет хорошо. Хорошо. Расскажите и нам, кто же ваши родители, где вы родились, кто научил вас пению? Родители у меня самые лучшие в мире. Родилась я на севере, далеко на севере, у меня папа был военный, и так сложилось, что вот по службе занесло туда, я там, наверное, 9 лет прожив, вот, помню, конечно, все очень хорошо, мне там нравилось, но потом так судьба сложилась, что, конечно, все-таки тянет нас на родину, и мы переехали сюда, вот, поэтому, ну, вот так, вот такая у меня биография, скажем. Родители ваши пели, как-то были связаны? Нет, абсолютно у меня никто не пел. Слуг есть, конечно, у всех, и у мамы, и у бабушки, и у прабабушки, и у одной бабушки, и у второй бабушки. Наверное, оттуда у меня пошли такие способности, задатки, скажем так, но именно в профессиональной сфере я, наверное, вот первый открыватель. Ну, а за столом-то? Ну, за столом мы все поем, хорошо, громко, поэтому. Свою первую песню вы помните? Помню. Которую вы спели? Что это было? Помню. Песня была написана, называлась «Просто лететь». Вот, написана нашими могилевскими авторами в совокупности со мной. Это Андрей Мажара, аранжировка Сергея Николаенко. Вот, написана, и помню, давно звучала, долго, стало хитом. Ну, конечно. Все известно в могилеве люди. Да, конечно. Ну, а в детстве вот свои первые песни, вы помните, с чего вы начинали? Что вы пели? Ну, вы знаете, как все дети, наверное, что-то мы там поем всегда бесконечно. Ну, я помню, что мама говорила, я там ходила все время напевала, что-то пела, что-то дирижировала. Но потом отдали меня в музыкальную школу в 6 лет. В школе я пела, в хоре, помню, вот это тоже хорошо, отчетливо. Наверное, уже оттуда у меня формировались какие-то задатки певческие. Хотя, честно скажу, я петь стала достаточно поздно и не думала, что я вообще жизнь свою, так скажем, свяжу с музыкой. Ходила в музыкальную школу, таскала ноты, играла на аккордеоне, закончила, перекрестила и сказала, больше свою жизнь с музыкой никогда не свяжу. Это я очень хорошо, отчетливо помню. Но, как оказывается, в жизни никогда не говори никогда. Вот, видите, как бывает. Поэтому я несказанно рада. Но все-таки вы не с музыкой связываете, в общем-то, а с пением, поэтому музыка звучит, вы поете, вы не играете. Естественно, да. Или играете? Нет, я играю, но уже давно, конечно, не брала аккордеон в руки. Я закончила университет по классу аккордеона. Я играла. Но сейчас все-таки, наверное, пересилила большее желание рвения именно заниматься профессиональным вокалом. Вот и этому я и отдала предпочтение. Клип ваш мы посмотрели. Давайте же послушаем, как вы поете вживую. Давайте. And now the end is new I saw my face The final quarter My friends I say it's clear I state my case Of which I'm certain I live I live I live Until I live It's full I've traveled Each And every highway And more And more Much more than this I did it my way Regrets I've heard of you But when I got Too few to mention I did what I did what I had to do And it's so true Without exemption I plant I plant I plant Each earth It's gold Each Catastro Along the Byway And more Much more than this I did it my way I did it my way I did it my way Yes, several times I'm sure I knew When I beat off More than I could do But through it all When there was doubt I hit it up And spread it out I faced it all And died too tall And did it my way I've loved I've loved it right I've had my fear My share of losing And now I still subside I find it all So amusing To feel I did all that It's missing Nothing I shy away Oh no Oh no Oh no Oh no Not me It is my way For what is heaven What has he got If not himself When he has not To see He's 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 Not the world Of one who kneels To do He's 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 The world That's He's 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 Yes, it's just my way. Ольга Горничар передается та энергетика, которая вот сейчас царит и охватывает нашу студию. Ольга, скажите, пожалуйста, вот песню эту Поланко написал ровно 50 лет назад. Сегодня получается такой знаменательный день для сенаторы. My Way, но в контексте она звучит чуть-чуть по-другому, по-своему. Вот по-своему от Ольги Горничар это как? Ну это вот так, как прозвучало по-своему. Вы знаете, песня мужская, да? Песня очень значимая, песня, ну легенда, скажем так. И, конечно, браться за такие вещи – это большая ответственность. И может быть в этом и плюс, что мужскую песню я приложила на свой женский, так скажем, низкий контральта и прочла ее по-своему, потому что я не хочу копировать кого-то, я не стремилась копировать, я не пыталась петь так, как поют ее другие. И я пыталась в этой песне выразить то, что чувствую я – прожить свой путь. Но вот этот путь, он какой? Путь тернистый. Тернистый. Путь тернистый, конечно, не без этого. Вы знаете, сложности, а куда без них? Они помогают. Лично для меня сложности помогают идти только вперед. Поэтому. Эту песню еще одна пела замечательная певица Мирей Матье. Да. Вот. Есть такой факт. Да и песня-то на самом деле изначально французская, как все-таки оказалось, потому что Пуланка вон текст написал. Да-да-да, совершенно верно. Ваша любимая певица есть? Кто они такие? Как зовут их? Ну, вы знаете, я очень люблю Шер, я очень люблю Эдит Пиаф, я очень люблю… Я много кого люблю. Я люблю кого-то за красоту тембра, я кого-то люблю за вокальные какие-то качества, я кого-то люблю за аранжировки красивые, кого-то за стиль. То есть я не могу конкретно сказать «люблю» и все. Есть много у меня фаворитов, от которых я черпаю что-то свое, питаю что-то свое и учусь именно от каждого по чуть-чуть. Я хочу поговорить с вашими ученицами. Начнем с Валерии. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерия, вчера у вас был день рождения, насколько мне известно. Да? Похлопаем, похлопаем. Похлопаю себе. Валерия, скажите, пожалуйста, что вам пожелали на ваш день рождения появить певицей? На мой день рождения мне многие пожелали никогда не сдаваться, идти только вперед и слушать свое сердце. То есть они тоже знают про тернистый путь? Знают про мой тернистый путь, знают про то, что мне не всегда все легко дается и поэтому многие желают не опускать руки. Ну а вы как стали певицей? Можно уже вас так называть певицей? Ну, я думаю, можно. Но история очень интересная, потому что в свой день рождения, 7 лет назад, я как раз и познакомилась с Ольгой Владимировной, вот именно в свой день рождения. И вот я всегда говорила, буду говорить, что она это мой самый большой, наверное, подарок, который жизнь мне преподнесла. И вот мы с ней познакомились, начали работать, и вот так вот я начала петь. Вот такая неожиданность, ну, и вашему педагогу по вокалу, преподавателю, тоже, наверное, неожиданно слышится. Я, конечно, знала, что Валерия меня любит, но не знала, что настолько. Давайте узнаем у Анастасии. Анастасия. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда у вас спрашивают, кем работает ваша мама, вы отвечаете, что? Моя мама работает учителем по вокалу, и преподает она в первой гимназии Могилевской, первой гимназии, номер один. А еще кто-то? И тут-то все покивали, а еще как? Кем работает твоя мама? Еще она работает певицей. Вот так вот. Моя мама певица, да? Да. Ни инженер, ни водитель троллейбуса, певица. И как реагируют, интересно, вот в школе ребята, когда это слышат, девчонки особенно? Они очень удивляются, потому что их мамы не такие особенные. Вот так. Вот так. Мама твоя особенная. Да. Хочешь ли ты стать певицей? Ну, очень хочу, но я думаю, что я и так уже, да. Вот так вот. А что, вот Ольга, вот так легко стать звездой в 9 лет? В сложной скромности, вы понимаете. Ну, как вам сказать? Звездой – это понятие такое для меня вообще, не мое понятие звездой. Звезда у нас на небе. Я просто считаю, что дети должны чем-то заниматься и свою энергию во что-то вливать. А я, соответственно, чем могу, тем и буду помогать. Может быть, у нее в жизни будет совершенно иная профессия, да, пока мы только говорим. Я тоже, когда была в детстве маленькая, хотела быть врачом-хирургом, честно скажу. Вот. Но потом, спустя какое-то время, у меня взгляды поменялись и вкусы. Поэтому, возможно, и Анастасия моя тоже будет идти совершенно по другому пути. Ну, вот мы ведем такую группу «Музыка Могилев». Очень много могилевских, бобруйских музыкантов приглашаем, да, со всей области. Мы с ними беседуем. И в основном у этих ребят музыка – не основное место работы. Они, ну, да, они музыканты, они поэты и певцы, но они не стали музыкантами. Как человеку все-таки стать музыкантом, певцом, профессионалом? Ну, вы знаете, я тоже заканчивала и музыкальное образование, и еще одно у меня образование в числе начальных классов. И я подстраховалась, у меня еще есть юридическое образование. То есть, как жизнь сложится, никто не знает, да, в будущем. Поэтому я бы, конечно, рекомендовала приобретать какую-то, так скажем, земную специальность. Ну, и никто же не мешает музыкальную специализацию тоже параллельно. Если ты уже осознанно идешь с раннего возраста именно стать музыкантом, тогда, конечно, идти только по этой стезе, получать музыкальное. Одно, второе, третье, разнообразное, у нас еще где-то. А вообще, я человек такой разносторонний, мне нравится тут поучиться, там поучиться. Я очень люблю юриспруденцию, например, поэтому... А как это у вас уживается? Лирические песни и такая скучная юриспруденция? А кто сказал, что у меня лирические песни? У меня очень много быстрых песен. Ну, все равно это творчество. Творчество и, по-моему, ну, буква закона, да не обидится на меня, мои друзья-адвокаты, она сухая все-таки. Ну, я не работаю адвокатом, поэтому пока поем песни лирические быстро и радуем зрителей. А есть такая песня, которую вы хотели бы спеть, но чувствуете, что пока еще не время? Наверное, есть. Она просто еще не написана для меня. Но она где-то и уже есть. В мыслях, возможно, есть. Потому что у меня сейчас в основном все песни авторские, то есть пишутся для меня. Я очень редко перепеваю какие-то вещи, когда мы начинали, да, мы что-то перепевали, там, Софию Ротару, Тайси Павали, там, да, Аллу Пугачеву. А сейчас уже имея не один альбом, поэтому я думаю, что можно свои песни, нужно песни свои позиционировать, петь и представлять для публики. Я знаю, что и Анастасия для нас приготовила песню. Скажите, пожалуйста, в двух словах, о чем эта песня, что она будет петь? Будет петь песню Эдит Пиаф «Но нерея дурьян», которая в переводе звучит «Я не жалею ни о чем». «Я не жалею ни о чем». Ну что ж, пока, Анастасия, предлагаем ей пройти на самый центр, вы не переключайтесь. И я еще раз напоминаю, что в нашей группе ВКонтакте вы можете задавать вопросы нашим гостям. А пока, Анастасия Горничар. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы знаете, я не знаю, так случайно получилось Мы вот как-то на эту песню с Настюшей, да Нашли ее и попробовали Во-первых, у нее проявляется уже такой достаточно низкий контр-альто Наверное, в мамочку, да Вот можно было заметить Поэтому эта песня, мне кажется, на мой взгляд, очень подходит для нее И она ее чувствует Я же вижу, ребенок должен понимать, о чем поет И я вижу, что она ей подходит Она что-то там свое понимает Что-то свое представляет Поэтому мы пробуем, пробуем Потому что она находит песню Мама, послушай, я здесь увидела в мультике в каком-то Вот там тра-та-та, все, поехали, давай, прикладываем Подходит, не подходит Она сейчас сама мне уже репертуар говорит Я хочу вот это, хочу это Вот я хотел спросить, а кто песни предлагает Она вам, что и мама, я хочу спеть Или вы ей говорите Настя, надо спеть такую-то песню Ну она, конечно, мне свои пожелания говорит, естественно Я уже смотрю там одну, вторую, третью Смотрю, подходит, не подходит Во-первых, я смотрю всегда перевод Если это английская песня Мы старались, конечно, до этого времени не петь особо английская Но те же французские, английские Сейчас начинаем уже, да, английские Я стараюсь всегда переводить О чем песня, о чем смысл Нету там каких-нибудь плохих, ненужных слов А мы сейчас у Анастасии спросим Какие песни ей нравятся? Какие песни нравятся тебе? Мне очень нравятся песни, в которых там есть Чуть быстрые, чуть-чуть медленные Средние песни, которые подходят мне По тембру Ну вот А и детские песенки? Ну детские песни из мультиков Тоже мне подходит Которые мне нравятся Ну, вот так А какие песенки тебе нравятся? Мне нравится песня Из Человек-чудак Такая песня есть Снова эти крошки Эту песню я пела Когда я была Всем еще маленькая В четыре года Это я пела эту песню первый раз И есть еще Ну вот эта французская песня Нога я доге Еще Из Песни Из мультика Моана Есть песня Я снова слышу этот шепот прибоя Вот Посмотрите Как Как много песен А интересно Когда она сама с собой играет? Она вот Напевает, мурлыкает что-то себе Ой, бесконечно Вы представляете Дома у нас дурдом У нас честно Музыкальная шкатулка, да? Правильно Да, да У нас все такие громкоголосые Мало того, что вот Нет, ну вообще это хорошо Когда в доме есть Смех Когда есть Звон Когда дома постоянно Что-то происходит Я считаю, значит Дом жив И так и должно быть Ну это на мое усмотрение Она всегда поет, да Где только не И все время Настя тише Анастасия тише В разных местах Так как А разве можно Певцу говорить Тише наоборот Надо Ну когда весь дом Стоит на ушах Понимаете И соседи И форточки Как-то немножко уже Дарья Дарья спрашивает Вопрос задает Нашей группе ВКонтакте Занимаются ли В нашем городе Вокалом взрослые Не для кого Не для того Чтобы выступать на сцене А для себя Для души Абсолютно четко могу сказать Занимаются Абсолютно четко Потому что я считаю Что петь нужно И можно В любом возрасте Даже для себя Не обязательно стать там Великими певцами У нас сейчас Достаточное количество Частных студий Где Понятно За деньги Преподают Вокал Очень много У нас сейчас Есть возможности Для этого Поэтому Только стоит Обратиться В одну из студий И я думаю Без проблем Этот вопрос решится Ну а люди что Вот приходят И говорят Ведь вам Как учителю Как педагогу Что я хочу петь Ну так Чтоб чуть-чуть Чтоб слух Ну конечно Душа-то требует Песни Душа требует Душа хочет петь Понимаете Поэтому так и говорят Да я хочу для себя Либо кто-то говорит У меня была такая Одна женщина Девушка Она замуж выходила И она говорит Вот я хочу на свадьбе Спеть там песню Да вот Ну и мы Давай эту песню С ней там Где-то как-то Учить Разучивать У каждого Абсолютно разное желание Кто-то приходит Там я хочу петь И все Да Ну К себе подарок На день рождения Да Да Поэтому у каждого Свои пожелания Ну и ты уже стараешься Конечно приспосабливаться И соответствовать Тому чего хотят Ну мастера узнают По ученикам Если у мастера Есть ученики Значит он действительно Мастер Вот можно Валерию назвать Вашей ученицей С большой буквы Ну я считаю Абсолютно Точно можно назвать Абсолютно То ли еще будет А мы сейчас У Валерии Спросим За что она любит Своего педагога Я люблю Своего педагога За то что она Не просто педагог Она за это Долгое время Которое мы с ним Месте работаем Она стала Неотъемлемой частью Нашей семьи Потому что Она не только Учит меня петь Очень много раз Я попадала в такие ситуации Когда вот Жизненные Житейские ситуации В которых Ольга Владимировна Меня просто выручала И советом И помощью И когда надо Пинка дать И настроить на нужный Такое тоже Надо Юным певицам Такое надо И вот поэтому Душа лежит к ней Душа поет Сегодня прям Меня расхвалили Вообще Душа поет У Валерии Давайте же Валерия Дадим вам микрофон Идемте ко мне Порадуем наших Телезрителей Живым исполнением Спасибо 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 До мне Где птица белая в тоске Где птица белая в тоске Крушит у пенисты воды Я только там Где звук дрожит У губ желанных Пристани Где глаза твои стрижи Скользят по небу Пристально Там нет меня Где дым волос Мне затуманит Белый день Где сосны От янтарных слез Где сосны От янтарных слез Утрет Заботливый Олень Я только там Где ты порой Под дверь Глядишь с надеждою И как ребенок С детворой И как ребенок С детворой Ты лепишь Бабу снежную Там нет меня Где пароход В ночи надрывно Прогудел Где понимает Небосвод Где понимает Небосвод Что без тебя Осиротел Я только там Где нет меня Вокруг тебя Невидимый Ты знаешь Без тебя Ни дня Ты знаешь Без тебя Ни дня Прожить нельзя Видимо Я только там Где нет меня Вокруг тебя Невидимый Ты знаешь Без тебя Ни дня Ты знаешь Без тебя Ни дня Прожить нельзя Мне Видимо Вот такая музыка На Беларусь 4 Могилев В 4 студии Я так вот Растрогался Я не знаю Как преподаватели Слушая Такое исполнение Постоянно Как вы Реагируете На это Очень переживаю Вы знаете Очень переживаю Всегда Даже такое Ощущение Что лучше бы я Сама вышла Сольный концерт Дала и все Ну конечно Переживаешь Это твои Дети Это твоя работа Это безусловно Переживаешь Да даже чисто По-человечески Конечно Эмоции зашкаливают Ну вы бываете На отборочных турах Молодежных Различных конкурсах В качестве Кого? Судьи наверное Член жюри Член жюри Оценивает Как вот Вы Воспринимаете Тех людей Которые Поют На сцене Где Большую эмоцию У вас Или у них? Ну как сказать Конечно Я и переживаю Я и сочувствую Где-то Я и понимаю Я прекрасно же понимаю Когда ребенок Выходит Поет Волнуется Я же вижу Когда он Что-то Где-то Не справился Но всегда Можно дать Объективную Оценку Поэтому Естественно С моей стороны Есть волнение Если это Мои дети А если Это чужие В любом случае За каждого ребенка Переживаешь Потому что Ты прекрасно Понимаешь Через что Им нужно пройти Потому что Сам это прошел И конечно Ты уже понимаешь А как так сделать Чтобы не обидеть Ребенка Который вышел Поет Ему кажется Что он поет Ну вдруг Что-то не сложилось Мы часто Это очень часто бывает Во-первых Нужно объяснять Ребенку Педагогу Родителю Адекватно Объяснять Не вешать На голову Звезды Адекватно Говорить Исправлять Ошибки Какие-то Указывать На какие-то Неточности И так далее Ну вот я думаю Так А разве дети Могут быть адекватны К своему пению Ну могут Могут Почему нет Могут Просто главное Как ты воспитываешь Ребенка И главное Что ты наставляешь Ему Как ты учишь Потому что Если постоянно Ребенок говорит Ты лучше Ты лучше Ну это мне так кажется Понимаете То ну куда уже Дальше стремиться А если есть На чем работать А есть Работать на чем Есть всегда Поэтому тогда Есть куда стремиться Валерия пела Ей в интернете Есть такая возможность На телевидении Нет в интернете Есть Несли сердечки Там Позолучики Какие-то пальцы Вот Никита Кузнецов Пишет по хлопаем От души спела Ну не только мы Тебе аплодировали Аплодировали Еще наши зрители В интернете Конечно Ну а ты по какому Принципу выбираешь Песни Расскажи Вот знаете Бывает такой момент Когда слушаешь песни У тебя дыхание Перехватывает Вот именно тогда Я понимаю Что это мое Это мое Да А на телефоне Какой у тебя Рингтон Какая там песня Я знаете Я слушаю Абсолютно все Рингтоны у меня Разные Будь то Русская музыка Будь то Какой-нибудь Тяжелый метал Я слушаю все А белорусскую Белорусскую Обожаю белорусскую музыку А кого из Вот Могилевчан У нас Разная группа Например Были Может быть С кем-то знакомы С кем-то спеть хотела бы Или слушаешь кого-то Слушаю Ольгу Горничар Очень часто Пела на самом деле С Валерием Дайнека Что-то не хвалишься Правда не могилевчанин Но Даже с ним Да Был проект И вот вместе Они пели дуэтом Песню его мама Вот так вот А что чувствуете Когда выступаете На сцене С такими людьми Как Валерий Дайнека Это в общем тоже легенда Или уже выступая С Ольгой Привыкли Нет ну что вы Нет не привыкла Ну в первую очередь Это волнение Хочется себя конечно На уровне показать Особенно когда поешь С профессионалами Чтобы выглядеть достойно Ну И знаете В такие моменты Ты понимаешь Как многого ты добился И как многого Ты еще хочешь добиться А молодежь сейчас Слушает Валерия Дайнеку Ну Вкусы у всех разные Поэтому за всех говорить Не могу Но я думаю Что слушают Есть такая странная вещь Говоря о могилевских певцах Артистах Мы заметили Что например Певица могилевская Наталья Подольская Ну так ее вспомним Потому что На слуху Группа О Вот Почему-то Чтобы стать известным Им надо уехать Почему так происходит Ну да Существует Вообще у нас Могилевчан Могилевчан очень много Да Стало известными И вот почему-то Считается в Беларуси Один из самых Пающих городов Именно Могилев Чему мы несказанно рады Вот Ну да Вот почему-то так К сожалению Наверное складывается Что Когда ты здесь Ты не востребован Скажем так Во всю катушку Да Как это может быть Вот А когда ты куда-то уезжаешь Либо это Украина Либо это Россия Либо это еще куда-то За рубеж Все Сразу вспоминает А у нас же это есть Это же наше А давайте-ка мы пригласим И позовем А почему так происходит А здесь мы уже вроде как Свои Вот мы уже здесь Вот свои Вот как-то так Не знаю Это уже не к нам вопрос Это уже не к нам Но мы все равно Любим нашего зрителя Вот что касается меня Я в любом случае люблю Пускай маленькая Небольшая аудитория Средняя Она растет постоянно С каждым годом Это я могу сказать точно У меня есть Своего рода поклонники И причем даже Очень много молодых Чему я очень рада Правда Потому что репертуар у меня тоже разноплановый И я думаю Что на каждого исполнителя Найдется своя аудитория Пускай это будет не Вот такая А пускай это будет такая Но она будет своя Душевная С любовью И с сердцем Ну да Кстати говоря Рокеры говорят то же самое Потому что У них конкуренция Наверное еще больше И они говорят Ну найти там Самое главное Своего зрителя Хоть одного Ну Я одного Конечно Десяток Не ну рок классно Это чего Я не знаю Мне кажется Это очень хорошо А поклонники есть у вас? Есть поклонники Да У меня очень много Я же говорю Вот у меня даже В соцсетях пишут Парни молодые То есть я думала Что мою музыку слушают люди Более Такого возраста Уже постарше Хотя у меня музыка тоже разноплановая И рок у меня есть И эстрада И лирическая песня И разные баллады И все Но очень много у меня поклонников Действительно Не фанатов Я вообще этого слова Конечно Наверное Не люблю А именно поклонник Который мне пишет Приятные комментарии И мне действительно Очень приятно Я понимаю Что все-таки Наверное Я работаю не зря Вот и честно Спасибо вам Певцы и артисты Обычно говорят Что не хотят Чтобы дети пошли По их стопам Почему-то Я не знаю Ваша дочка Я так понимаю Она говорит Она уже певица Мама певица И я певица Певица у вас иначе Без скромности Молодец У вас иначе Как я понимаю Вы знаете Она говорит Мне нравится петь Я хочу быть певицей Во всяком случае Она говорит это пока А почему такое мнение бытует Вы знаете Не знаю Наверное потому что Артисты понимают Этот путь Нелегкий Потому что Это на самом деле Очень тяжелый труд Кто не знает Наверное лучше И не знать Ну внешне кажется Со стороны Что все легко И красиво У меня есть знакомая А что там Вышла Спела Ей еще и похлопали Цветы подарили И все Что там Вышла Попела Понимаете Для того чтобы выйти Спеть еще хорошо Это надо выйти А бывают разные ситуации И холодно И дождливо И голова болит И разные многие другие Проблемы болячки И так далее Но ты выходишь И улыбаешься Несмотря ни на что Это тоже Адский труд Я вам хочу сказать Но кому-то же все равно Надо радовать нашего зрителя Вот Будем радовать мы Ну что Споемте же Да Дуэтом с дочкой Микрофон Чего мы вам желаем На четвертой студии Семья Горничар Поют дуэтом Хорошую песню Озорную Надеюсь она вам Очень понравится Прошу Нет Жизнь не только Майский день Где все танцуют И поют И расстаются люди здесь И слезы вьют И счастье ждут Вдруг Вдруг Дунет ветер Ледяной И от тоски Застыну я И Словно крылья За спиной Возникнет Музыка Моя Все недоброе Ложное Смутное Развенчать И развет Спеша Бьется музыка 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 Но если что-то удалось Спасибо музыке моей Вот зазвучала поплак Спустившись с дивной высоты И два невидимых крыла Меня выносят из беды Всё недоброе, ложное, смутное Развенчать и развить спеша Льётся музыка, музыка, музыка От которой светлеет душа Крушит музыка, музыка, музыка И вовек не устанет кружить Бесконечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить Крушит музыка, музыка, музыка И вовек не устанет кружить Бесконечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить Всё недоброе, ложное, смутное Развенчать и развить спеша Льётся музыка, музыка, музыка От которой светлеет душа Крушит музыка, музыка, музыка И вовек не устанет кружить Бесконечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить Бесконечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить Крушит музыка, музыка, музыка И вовек не устанет кружить Бесконечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить Всё Спасибо вам, здорово Наши операторы, ну, они не хлопали Потому что они держат камеры за ручки Но я вам скажу честно, они подтанцовывали Есть такое, я надеюсь, наш главный режиссёр Валерий Михайлович простит им эту слабость Мы очень рады, пусть в ваших сердцах Всегда звучит настоящая музыка К 15-летию вашей творческой деятельности Вы давали сольный концерт Ольга Горничар в кругу Друзей, а кто ваши друзья? Ой, у меня очень много друзей на самом деле Чему я очень рада На самом деле очень много Конечно, не смогла пригласить всех Кого бы я хотела Но самые близкие, конечно, были на этом концерте Безусловно, это вот Анастасия Безусловно, это Валерия Приезжала заслуженная артистка Белоруссии Надежда Микулич Вот, поэтому много-много было И наши могилёвские коллективы И танцевальные принимали участие То есть, ну, я действительно Счастлива от того, что у меня большой круг друзей И я буду делать всё для того, чтобы их сохранить А в прошлом году на конкурсе Discovery в Варне Вы получили диплом за лучший женский голос Да, это не в прошлом году Все конкурсы перепутались в году Это было Лучшее Дождь воспоминаний на английском языке Вот, который клип мы видели Дождь воспоминаний изначально писался на английском, да? Да-да-да-да-да Я писалась, да, грузинским автором Вот, а потом мы решили перевести на русский Вот, и сняли клип А победила я Второе место заняла В Хакасии была Вот, это было, по-моему, в этом году Господи, всё поперепуталось Вот, ну, я, да, езжу Раз-порос Мне это очень нравится Не только как член жюри Я очень много Езжу как член жюри, конечно, да Меня приглашают Спасибо им за это В разные страны Ну, и сама ещё практикую всё-таки Участие иногда В хороших, престижных конкурсах Где один представитель страны Где хорошая, компетентная жюри Мне это нравится Потому что чувство адреналина Никто не отменял А вы сами песни пишете Хотя бы вот для себя Было, да-да-да Вот мы писали совместно с Андреем Ажаро Просто лететь песня И с аранжировку дел Вова Коньков Про любовь песня называется То есть у меня был такой опыт Две песни Но потом, вы знаете Как-то вкусы меняются Времени не хватает И я решила, что всё-таки надо Каждый должен заниматься своим делом Мы это оставим на суд наших профессионалов Откройте такую тайну Она меня очень интересует Может быть, вы ответите Вот на Евровидении На детском конкурсе Наша молодёжь вполне себе очень успешна А на взрослом как-то не очень Вот почему так происходит, на ваш взгляд? Вы знаете, никто не знает, почему Я не могу вам ответить на этот вопрос Не знаю, почему Ну, дети, наверное, берут Своей больше детской непосредственностью Может быть, Господь Бог помогает Именно детям, потому что они подрастающие поколения Тут никто этого секрета не знает Если вы знали секрет, наверное, уже давно мы были первыми Но я уверена, что мы всё равно ещё будем Мы ещё всем покажем Будем На белорусском языке Но свои эмоции Всё-таки хочется родного Хочется Как-то это Куда-то выплёскивать И поэтому Это всё я исполняю через песни Пишут для меня авторские композиции Пишутся песни И я их с огромным удовольствием исполняю Одна из них Вот «Я частинка моей Беларуси» Которая писалась Когда я стала обладателем Гранта президента В области культуры «Я частинка моей Беларуси» Много песен Одна из них Буквально недавно была написана Будет премьера Будет счастливый кожный человек То есть Стараемся петь на белорусском И безусловно есть лицо Это очень красивый язык Певучий И естественно Мы должны свою белорусскую культуру нести И открывать ей новое лицо Перед тем Как мы послушаем Вашем исполнении Белорусскую песню Я хочу задать вам вопрос Который я обычно задаю Музыкантам-рокерам Вы за Битлз Или за Роллинг Стоунс? И за то, и за другое, честно И за то, и за другое Обожаю Вы за гармонию, как я понял Я за гармонию Ну давайте же послушаем Песню на белорусском языке Как она называется? Будь счастливый кожный человек Прошу Я искренне желаю Чтоб каждый был счастлив С вами была четвертая студия И мы к этому пожеланию присоединяемся И снова мы разом сегодня Ты не в опошний раз В очей счастливых промни Как бороть все за нас Счастливые усмешки На пуснах бачу снов Весна дурить пролезки А мы с вами любовь Я ожидаю всех Счастья у житих Дыкоханья К каждому Великое снасти Мира и добра Радости навек Будь счастливый Будь счастливый Кожный человек Най-на-на-на-на-най Най-на-на-на-на-на Най-на-на-на-на-на Мы не боимся нам шастить Для этого живем В душу как ання ластить Все боли с каждым днем Здоровья и богатя Жадаю я усил Безмежно нам шастя И в братьях и в житии Я ожидаю всех Счастья у житих Дыкоханья К каждому Великое снасти Мира и добра Радости навек Будь счастливый Будь счастливый Кожный человек Най-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Я ожидаю всем Счастья у житих Выкоханья кожному В великой изнасти Мира и добра Радости навек Будь счастливый Будь счастливый Кожный человек Я ожидаю Я ожидаю Счастья у житих Выкоханья кожному В великой изнасти Мира и добра Радости навек Будь счастливый Будь счастливый Кожный человек Добрый человек